Есть два типа мужчин, всего два. Одни стремятся к достатку, а другие стремятся вверх. Те, кто стремятся вверх, они, может быть, не такие развитые, но они работают над собой, их внешне не видно, их кажется, что как бы не такой крутой. Те, кто стремятся к достатку, они могут быть очень крутые, развитые, такие внешне, но при этом они позволяют себе гульнуть, посмотреть на других женщин. Делают из себя непонятно что, и это означает, что мужчина идёт не вверх, а вниз. Тот идёт вверх, он стремится к смирению, трудолюбивый, в сердце заботливый человек, но при этом не вызывает сильного чувства. И так мужчина должен стремиться вверх, надо вытащить золото из грязи да помыть. Он должен стремиться вверх. И второе, он должен иметь не так много вредных привычек. Ну, то есть, что-то есть, но не так много. Понимаете? Потому что если у мужчины есть вредные привычки, то когда он женится, их становится больше, а не меньше. Поэтому будьте осторожны. Если вы чувствуете, что не так много, значит нормально. А если вообще нет, то тогда вообще круто. И ещё две вещи запомните. Характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. Вот это очень важно. Если характер крепкий у мужчины, он будет немножко жестить. Но и при этом, если он верный, то это вообще крутизна. Это просто такой золотой человек. И ещё знайте, что есть два типа мужчин. Одни вам очень нравятся, но не ваши. А другие, другим вы нравитесь. Но за них замуж не хочется. Надо выбирать тем, кому вы нравитесь. И если это хороший человек, то тогда это тот человек, который вам дал Бог. А потом он вам понравится, этот человек, со временем. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех. Но это сразу не поймёшь. Да? Да. Вот так, например, женщина должна рассуждать. И она должна испытывать человека всегда.